Итак, ребят, всем привет! С вами снова СФ. У нас в гостях Алексей Черемисин. Он начальник управления инвестиционного консультирования в брокерской компании Олма. Об этом чуть позже расскажет. Алексей, приветствую тебя! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие зрители! Соответственно, Алексей, он также наш выпускник программы инвестиционный аналитик, или так называется, инвестиционный менеджер сейчас. И он сегодня нам расскажет про такую тему, как структурные продукты. Много, мне кажется, кто вообще, в принципе, занимается торговлей или инвестициями, да, то вы наверняка видели там рекламу БКС, там других ребят тоже видел не раз, там, где они говорили, типа, вот там, доходность без риска, есть вот такие-то продукты, там, кликайте, оставляйте заявки и так далее. И сегодня мы решили с Алексеем разобраться, как это вообще, в принципе, все работает, потому что, как говорится, осведомлен, да, значит, вооружен. Вот, Алексей, расскажи, вот, как мы сегодня построим с тобой вот этот урок, да, эту лекцию, о чем будем говорить, и сколько это, примерно, все по времени назовет. Вот, я думаю, что начнем с конца, Саша, включать на твой вопрос, я думаю, что, надеюсь, что мы уложимся в 40-45 минут, и я скажу, что, в принципе, идея данного вебинара, она возникла весьма спонтанно, потому что, в начале The Education, один из подписчиков задал вопрос, сталкивался ли кто-то с брокерскими структурными продукциями, да, мол, что это за зверь, там, с чем это едят, вот, на что я ответил человеку, что, ну, можешь написать мне в личку, мы с тобой подробнее пообщаемся, да, Саша очень внимательно обратил, значит, на это свое внимание, и идея именно из этого выросла. То есть, сегодня мы поговорим именно про популярные структурные продукты, что вам, скорее всего, предложат, когда вы придете в офис инвестиционной управляющей компании, ну, скорее, инвестиционной компании, в офисской компании, да, вот, и, соответственно, где, какие структурные продукты вы, скорее всего, можете повторить, но этому я уделю совсем минимум внимания, потому что, Саша уже делал на эту тему видео, да, то есть, я думаю, что, наверное, есть смысл, как бы, обновить это, да, просто в час, скинуть ссылку, может быть, для тех, кто на комплексе в начальном этапе находится, да, и кому интересно, кому знать, как вообще это изначально все работает, вот, сегодня я расскажу про вполне конкретные, самые популярные структурные продукты, и, что, наверное, самое главное, поясню, почему не всегда вы можете это сделать сами. Какие-то структурные продукты вы можете делать в составе в своем брокерском счете, а в каком случае вам нужен брокер, и почему ОМА в этом деле вам может быть полезно? Да, давайте начнем. Ребят, извините, я скинул, вот, то, что Алексей говорил, скинул видео на вот эту тему со структурным продуктом, я, как бы, так сказать, на буквах, на пальцах объяснял, что это такое, да, и какие-то даже, там, примеры расчетов приводил. То есть это, если кто, может быть, потом хочет посмотреть, я скинул в чат данные трансляции. Так, окей, ну, содержание, в принципе, уже озвучил. А я, собственно, озвучил, да. Давайте поедем. Я буквально три минуты уделю, собственно, нашему знакомству, да, и расскажу, во-первых, про компанию, которую я представляю. Мы являемся одним из, в принципе, тех людей, которые стояли у истоков фондового рынка в России. Вот, компания работала уже почти 30 лет, вот, и прошло уже очень много времени, и брокерская отрасль, она очень сильно трансформировалась, в том числе и как наш модель бизнеса. И чем мы принципиально, скажем, отличаемся от большинства компаний, да, в этой отрасли, это то, что мы работаем в формате такого бутика, бутик-брокер, вот, что в реальности дает действительно реально индивидуальный подход. Потому что фраза индивидуальный подход, она уже многим набила оскомину, вот, мы реально можем это делать. Вот, у нас количество клиентов, да, оно ограничено, это, как правило, там, хайнеты, да, утрехайнеты, которые, ну, фокус на управление капиталом которых, да, именно дает возможность делать реальный индивидуальный подход. Вот, и что касается структурных продуктов, это тоже большая часть нашего бизнеса, поскольку у нас бручковый формат, достаточно небольшой, и это дает нам гиппость, это дает нам гиппость, обсчитывать структурные продукты, индивидуально для каждого клиента. То есть частенько ко мне заходят люди, которые обслуживаются в нескольких брокерах, и им, как правило, предлагают какой-то коробочный продукт. У нас есть такая коробочка, у нас есть такие условия, как вы хотите покупаете, хотите не покупаете. Мы можем, в принципе, взять все те же условия, прогнать через свои системы, через свои калькуляторы, с нашими партнерами связаться, просить за прайс, и очень велика вероятность, что мы дадим лучше цену, хотя сейчас, лучшие условия я не вижу. Хотя сейчас, конечно, конкуренция обослилась, да, и разница в доходах будет небольшая, но, знаете, как говорится, на больших капиталах, которые мы привыкли, очень, 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 очень. А скажи, пожалуйста, извините, а структурный продукт, он для людей с каким капиталом? То есть только какие-то квалифицированные инвесторы могут участвовать? Или, в принципе, любой человек может в этом поучаствовать? Какие там суммы? Вот это очень, я, честно говоря, хотел это в ближнем конце сказать про это будет, но очень хорошо, что задал вопрос вначале, да, во-первых, я хочу сказать, что сегодня не будет конкретных там идей, да, но, тем не менее, что, собственно, сегодня будет там говориться, да, это в любом случае не является единственной стороной рекомендации, это то, что там сейчас требует, да, особенно четко подчеркивает, да, там, в Центральной РАН, вот, это все в образовательных целях, вот, что касается структурных продуктов, которые мы делаем, да, они делаются именно для квалифицированства. То есть у вас должен быть статус квалифицированного инвестора, который предполагает, что у вас есть либо объем оборота сделок определенный за, опять же, за определенный цикл год, вот, либо самая известная, наверное, самая распространенная используемая опция при присвоении квалификации клиента, это подтверждение собственного капитала, активов в высшем инвентаре. Соответственно, те структурные продукты, вот, такие вот гибкие, которые делаем мы, они предполагают статус квалифицированного инвестора. Есть на рынке структурные продукты, которые, где можно этого, собственно, не иметь такого статуса, да, но они, как правило, прошли листы на бирже, они завернуты в оболочку, в реализационные облигации, вот, соответственно, у них есть IC, вы можете, поставив торговый терминал, просто в стакане купить. Ну, только внимательно нужно, конечно, посмотреть правильные клинические, где там у вас характеристики, как-то. Окей, с этим понятно? Едем дальше? Да, давай. То есть, если будут вопросы, да, то есть, мы, ты соответственно... Да, ребят, не стесняйтесь задавать вопросы, сразу там, чтобы опережу, да, никто еще этот вопрос не задал, запись будет, поэтому не беспокойтесь. Окей, значит, я думаю, что большинство тех, кто нас смотрит, знает, но, тем не менее, я это проговорю, структурный продукт, это фактически комбинация производных и классических, как вы говорите на английском языке, половина дела, финансовых инструментов для того, чтобы попробовать, как говорят на рынке, сыграть неуденную структуру. То есть, если у вас какая-то есть торговая идея, и вы хотите реализовать, ограничив ли риск, увеличив ли прибыль и так далее, и так далее, да, комбинация структурного продукта и какого-то базы актива классического, она, не структурного продукта, прошу прощения, производного финансового инструмента, да, и классического какого-то инструмента, она дает, в принципе, по большому счету вам структурный продукт. поскольку есть огромное-огромное множество всяких проведенных финансовых инструментов, традиционные фьючерсы и опционы, но если мы в опционы закопаемся в огромное дерево финансовых инструментов, то можно практически любые конструкции составить, вопрос денег, вопрос мощностей и так далее. Самые популярные структурные продукты, с которыми вы скорее всего столкнетесь, самые первые и логичные средства защиты капитала. Мне кажется, как раз видео, в котором записывал Александр и в принципе любой тренинг от брокера, который вы будете проходить, любой селс, который будет с вами общаться на тему структурного продукта, он вам приведет пример защиты капитала. Когда вы хотите поучаствовать в росте условных акций Газпрома, но не хотите вообще ни скинуть какие-то риски. Когда просто на ваш капитал инвестировать, на 10% этого капитала покупается опцион фонд с заранее известным заранее. Условно 200 рублей, примерно. Соответственно, на все остальные 90% покупается безрисковый или условно безрисковый инструмент, или производитель, или покупается ОФЗ, у которых, кстати, желательно, чтобы соглашение клиента совпадало с экспирацией опциона, то есть с тем, с той датой, когда он истечет. И соответственно, если Газпром вырос выше 200 рублей, то есть смысл выполнять опцион, и вы, соответственно, получаете рост акций. Если этого не произошло, то опцион исполнять смысла нет, а те деньги, которые были потрачены на его покупку, они будут скомпенсированы кубоном по облигациям, или выгонциям по депозиту. Дальше мы уже чуть убугаемся, и второй пункт с участием, какое оно будет, ограниченное или не ограниченное, если мы полностью снижаем риск, то, как правило, придется и снизить доходы, потому что в этой цепочке есть провайдеры всего продукта, он тоже получится работать. Поэтому какую-то часть роста, скорее всего, он берет себе. Поэтому, когда вы увидите такая аббревиатура КАУ, это, скорее всего, коэффициент участия. Если коэффициент участия 50%, и это значит, что если «Газпром» вырос на 10 рублей, и закрылся на момент закрытия продукта по 10 рублей, то вы из этих 10 рублей роста берете 40 рублей. Это, соответственно, будет вклад за безриск. Бинарные, я, честно говоря, так условно немножко назвал. Опасное слово. Не, пожалуйста, не ходите с бинарными опционами. Я имел в виду исход. Одна из нот, которую мы недавно закрыли с нашими клиентами, это ставка на восстановление рынка нефти. Она была корзина из трех нефтяных мейджоров. Мы провели статистический анализ. Это лежит на поверхности, но, тем не менее, корреляция между ценами на нефть и котировками Royal Dutch Shell Total и прочее, она, соответственно, очень близка к единице. Соответственно, наша ставка на то, что через год и три месяца все котировки нефтяников будут выше, чем они сейчас. Соответственно, если через год и три месяца хотя бы на одну десятую процент бумаги выше тех цен, по которым мы заходили, то к нему получают принят. Соответственно, если хотя бы одна бумага упала, то похудшие бумаги, мы считаем, обязательно приобретаться. То есть, бинарный исход. Либо выше, либо ниже. Следующий фикс линк, это, кстати, зачастую называется FTD – нота. Или, кстати, во всем нашем сегодняшнем вебинаре, нота и структурный продукт – это практически синоним. Пусть это у вас не исключено. Так вот, на инструментах фикс линк, это тоже интересный очень кейс, когда вам предлагается корзина, скажем, из четырех евро бомнов, но если сейчас по более или менее приличному кредитному качеству доходность по евро бомновам, скажем, два с половиной, три процента по огрешению, а вам, например, предлагают пять или семь. Соответственно, как это достигается? Крупный участник, он покупает большой пыль этих еврооблигаций с рынка, причем из разного кредитного качества. Там могут быть, условно, мешкану банки или «Сбербанк» какой-нибудь или «Газпром» с кредитным рейтингом около «Суверента», практически как государство. И, может быть, какого-нибудь второго или третьего эшелона бумага или, например, субордированный кредит какого-нибудь крупного, но, тем не менее, коммерческого банка «Мертвенкова», у которых гораздо выше купон. Соответственно, все это еще может, как мы говорим, с плечом завернуто. То есть у крупных игроков есть доступ к дешевому фондированию. То есть мы можем взять кредит по три процента, купить облигации с доходностью по пять и семь процентов и, соответственно, получить большую доходность. Но обратной стороной, то есть все, как говорится, ничего не сладкого не бывает, но обратной стороной этой миндали будет, если в случае неблагоприятного развития ценности и какая-то из этих облигаций, которые входят в эту ноту, допустим, дефолт, то, соответственно, на весь объем инвестированный кредитал, эта нота будет загружена клиентом. То есть вы получите на случай, на весь объем инвестированный средств условную облигацию «D» дефолт, которая на рынке паркуется по двадцать процентов кредиталов, потому что кредит. Держный дистресс – это уже дефолт. Технически еще какой-нибудь. Тоже это, кстати, не конец света, потому что либо можно пройти через процедуру банкротства, либо попробовать сдать их на рынке и так далее. Но это достаточно риск, который существует, и поэтому очень внимательно нужно проходить к тому, какие корзины бумаг, когда вы смотрите, какие корзины бумаг вам предлагают. Я просто сейчас в двух словах, надеюсь, коротко описал, как все это работает. Но самое, наверное, важное, про что мы сегодня будем говорить – пороговые барьеры структурные продукты, реверс конвертабл, и самое, наверное, популярное – это автоклуб или автоклуб, по-русски так называют, или фениксы. Причем это уже, мне кажется, стало вот таким, ну, может отрицательным. То есть вероятность очень большая, больше десяти процентов, что, когда вы придете в 100-бросевых компаниях, я уже говорил, там, инвестиционные компании, вам предложат именно структурный продукт феникс, и, соответственно, приступаем. Поговорим, почему он, собственно, не настолько популярен, и, соответственно, как он работает. А вопросы какие-то есть? Алексей, смотри, в целом, как бы, были пары вопросов, но мы по ним ответили, мне кажется, с точки зрения контента уже, да, потому что, там, Кристина спрашивала, это производные финансовые инструменты, предполагает ли наличие базового актива, может, сказали, что в целом да, но, наверное, следует уточнить, что речь идет о тех, которые защиты капитала, да, которая первая. То есть не все структурные продукты обязаны иметь и ту, и другую составляющую, правильно я понимаю? В принципе, да. В принципе, да. Сейчас, когда мы углубимся в то, как работает Феникс, для его примера, да, нужно понять, как там все устроено. Ну, в общем, пока вот так. В общем, продолжаю, да? Да. Если действительно интересные вопросы, Вик, пожалуйста, задавай. В общем, почему работал, почему популярный Феникс, и почему, во-первых, просто когда он только появился на рынке, он действительно взорвал, и почему это было именно так? Первое, Феникс делает став на боковую динамику. Как вы дальше увидите, сейчас я буду рассказывать, самые стабильные и интересные доходности, получается, рынок билет в боковике, потому что очень долгое время на российском рынке тоже, в частности, была боковая динамика, не было выражено по уровню наросту и снижение, и, соответственно, это очень заставляло искать доходность где-то, и особенно для инвестора, которому хочется вникать, как там, что это работает, ему хочется денежный поток, и ему хочется доходности выше рынка, сильно выше рынка. Очень, как бы, это фактор, говорится на боковую. Потом, это, как бы, наше стремление любого, психологическое стремление любого человека к заранее определенному юридическому, к заранее определенному дату, когда вы можете располнять все эти даты и размеры и так далее. Вот, соответственно, заранее все эти даты и размеры определены. Почему, собственно, продукт тренингс не называется? Есть опция, которая называется «Продолжительный номерный купон» и «Запоминание купонов». Соответственно, если по причинам, о которых я выше дальше скажу, купон в какой-то из периодов не выплачивается, он запоминается. И если ситуация восстанавливается к следующему купонному периоду и еще через несколько купонных периодов, вы получаете все, что не получили. То есть, когда они могут быть неравномерно, эти купоны, могут к вам приходить, но они бредут. Но они бредут. И если, опять же, вот там случается. Если мы из боковика, да, из боковой компетенции входим куда-то вверх, то вот здесь просто начинает работать возможность крайнего отзыва, так называемая Часто, когда рынок перешел все-таки к росту, глобально это касается западных бумаг, в особенности российского рынка, то часто стали происходить такие автоколейрии. И, в принципе, инвестор, в прошлом году, могу сказать, что инвестор тоже это любит. Потому что заходили на один срок, а тут деньги раньше высадились еще с доходностью и вообще все здорово. Ну да, круто. А, как правило, это позитивно, да. Ну, такое я скажу, да, такое любят все. И любят клиенты, и любят уроки, которые могут предложить, да, еще раз сдать купоновый продукт. Главное – делать это слово. Ну, и если у нас реализуется негативный сценарий, и мы выходим с базового актива, то это тоже не конец света. Потому что, как правило, можно дождаться восстановления котировок в этом базовом активе. А если базовым активом является акцией, да, это очень часто самый популярный момент. Если особенно дивиденды и имя, ну, у кого решать будет все деньги, когда получать дивиденды. Ну, вот, как только будут интересные уровни просто проводить. Вот. Соответственно, это то, что привлекало и производители котировки. Теперь более подробно про то, как это работает. Вы, я надеюсь, все на своих экранах видите, да, по верхнему, по вертикальной оси ординат, вы видите динамику худшей бумаги. Вот. А по оси абстез у нас таймлайн, да, временная шкала. Вот. Как правило, как правило, купонный период, вот, где вы видите стрелочки на эти страйк, вы видите стрелочки, выпадут купоны, выпадут купоны и так далее. Как правило, это квартал. Это корзина из нескольких бумаг. Как правило, три или четыре. Ну, давайте три возьмем для простоты. Вот. И будем, давайте, представлять, вот здесь в динамиках худшей бумаги. Давайте представим, что вот эти вот графики зеленый, черный и оранжевый. Вот представим, что там четыре бумаги колеблются, да, и просто усредненную графику. Вот. Соответственно, мы заходим в продукт на, в моменте, в моменте T0, где написано strike и идет наблюдение. Проходит первый квартал, и мы смотрим, если все четыре бумаги находятся в диапазоне между strike и вот этой нижней границей, которая называется барьер капитала, то все хорошо. Мы получаем купон и все двигается дальше. Вот. Получаем, получаем, получаем. И вот ближе уже к концу, там предпоследний, берем первый сценарий, когда у нас здесь смотрим на зеленый график и смотрим, что все четыре бумаги выросли выше нашей изначальной точки входа. Тогда происходит тот пресловутый атаколог, о котором я выше сказал, и вы получаете всю сумму инвестирования средств назад, как инвестор, плюс купон за последний период. Значит, если смотрим второй вариант, где вот черный график. Допустим, все четыре бумаги припилили в этом бруковике до самого конца. Соответственно, они не сильно выросли, не сильно выпали, они просто остались в диапазоне. От страйка вниз до барьера купона. Соответственно, вы также получаете всю сумму инвестирования средств, плюс все купоны за этот цирок. Причем, как я уже сказал, купоны могли уплачивать регулярно, могли быть паузы, потому что какая-то из бумаг вываливалась ниже барьера купона. Кстати, где вы видите барьер капитала, как вы учреждаете, они частенько, особенно в наших фронтах, барьер купона и барьер капитала совпадают. Соответственно, барьер купона мы на него обращаем, когда у нас структурный продукт действует, а барьер капитала начинает работать в рейтинге. В случае воражного, он сейчас про него подробно. Соответственно, если на конец структурного продукта мы видим, что хотя бы одна из бумаг провалилась ниже барьеры капитала, хотя бы одна из бумаг, а может быть все три или четыре, которые были в этой продукте, соответственно, вы получаете на свой счет самую красивую динамику. Ворстоп, это называется по-английски, худший из. И, как я уже сказал на предыдущем стаде, это тоже не конец света, потому что, может быть, такая динамика была именно на конец, именно на конец завершения этого структурного продукта. То есть после этого, например, идет через квартал разворота динамичные конвенции и, соответственно, у вас будет возможность продать эти бумаги выше. Как, соответственно, чуть попозже, как мы эти проблемы решаем, я расскажу. Теперь, ну, вроде как все хорошо, и, в принципе, эта презентация, которую вы услышите от другого света, которую вы придете навстречу, и который вас заинтересует чем-то и вы придете. Теперь, мне кажется, самое основное value – это рассказать, что, собственно, под капотом. Где зарабатывать? Да, то есть, когда вы торгуете на рынке, 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 торгуете, очень часто вопрос, который от внутренних агентов. Слушайте, где ты на мне хочешь заработать? Да, поэтому здесь… И как в этом экране понижение тоже. Да, да, да. Скажи мне, где ты меня… Где ты меня… Где ты меня, да. Ну, не будем соблюдать печатное выражение, но я, наверное, это и не увидел. Я здесь тоже подчеркну, поскольку это огромное многообразие вообще в мире этих производных финансовых инструментов, как в реальности это происходит, это может произойти по-другому. Я сейчас объясню вам в целом механику, как, собственно, это происходит. Я залез на сайт «Option.ru», который позволяет делать опционные инструменты. Взял просто фьючерс на «Газпром», ну, точнее, взял опционы на «Газпром», базовым активом, которым является фьючерс, так уж устоялось на нашем рынке, а хотя это, кстати, индексов касается, ну, неважно, в общем, я взял опционы на «Газпром». И если вы увидите, если вы посмотрите на рынок, здесь у нас есть лица «А», «Б» и «С». И зона между ценами «А» и «Б» – это и есть наша пресловутая разница между барьером, между страйком и барьером капитала. Причем «Б» – это страйк, это та цена, по которой мы заходим. А цена «А» – это барьер капитала. Подожди, по горизонтали у нас что, цена акций, да? По горизонтали у нас цена базового актива, ну, давайте представим, что это акция, что она стоит 20.200 рублей, это 19.400 и так далее. Вот. А, соответственно, по вертикали у оси ордена у нас та премия, которую мы получаем при продаже этого опциона. Она там в фунтах указана. Давайте для простоты возьмем, что это рубри. Там между 500 и 700 рублями, да? Там сколько? Ну, 600, там, 620, 650. Так, так, так. Ну, вот. И, как вы видите, в точках «А» и «Б» мы шортим. Мы шортим «Пут» точки со страйком «А», и мы шортим или продаем «Кол» со страйком «Б». Я надеюсь, друзья, кто нас смотрит, у вас в целом есть базовое понимание опционов. Вот. Ну, давайте я коротко скажу. Лучше напомню. Да, да, да. В общем, опцион «Кол» – это право, но не обязанность купить базовый актив по цене, которая называется страйк. Соответственно, опцион «Кол» – это право продать, но не обязанность продать базовый актив по цене страйка. Соответственно, вы можете, когда вы покупаете опцион тот или иной, вы платите премию, и это то, что вы априори теряете. Смотрите на это, как на «Полис Ассад». Да, на «Полис Ассад». Купили «Полис», год проезда не попали в аварию, все, деньги сгорели, но, соответственно, в это время ваша ответственность перед другими опционами. Такая же история для них здесь. Соответственно, если вы продаете опцион, вы сразу же получаете премию, но у вас тогда появляется обязанность перед другой стороной. Соответственно, если вы продали «Кол», то вы обязаны выступить продавцом по той цене страйка, по которой вы договаривались. А если вы продали «Кол», то вы обязаны купить. Опять же, по тому страйку, о котором вы договаривались. Теперь возвращаемся. Я надеюсь, все понятно. Ну, давай я, может быть, проще объясню. Ребята, смотрите, если вы покупаете «Кол», вы делаете ставку на рост. Покупаете «Пут», сделаете ставку на падение. Если вы продаете «Кол», то вы, наоборот, хотите, чтобы акция не выросла, а она упала. И, наоборот, если вы продаете «Пут», вы хотите, чтобы акция выросла, а не упала. Это не упала и не выросла в церковях. Ну да. Смысл в том, что, когда вы продаете, у вас, грубо говоря, неограниченные риски, если так теоретически смотреть, то есть вы знаете, сколько заработали, но вы не знаете, сколько вы потеряете, если что. А если вы покупаете опцион, то вы знаете, сколько вы потеряете, потому что вы платите эту премию сразу, но вы не знаете, сколько вы заработаете. То есть как-то так, наверное, да. Ну, в целом, да, и продажа опционов, тем более не покрытых, для молодых умов, пока, поверьте нам на слово, вам пока этого делать не стоит. Но поскольку такие структурные продукты, например, очень серьезно, они могут себе их позволить, и, соответственно, они очень правы к этому продукту. Возвращаемся к нашему профилю доходности, который вы видите перед собой. Для того, чтобы нам обеспечить те купоны, которые будут выплачиваться на каждый квартал, нам нужно эти купоны откуда-то взять. Точно, поскольку мы точно знаем премию по опционам, мы точно знаем, сколько мы заработаем, когда мы продадим, мы можем это определить и, соответственно, в условии структурного продукта озвучить клинику. Вот мы продаем пуд со страйком А и продаем колл со страйком В. И у нас сразу получается какое-то количество денег, которое мы можем выплачивать в качестве купона. И вот сейчас, когда Саша говорил, я обратил внимание, что наша ставка на то, что либо не вырастет, либо не упадет. Так вот, это не вырастет или не упадет, оно как раз заключается между точками А и В. То есть пока котировки находятся между точками А и В, все хорошо. Никто к нам не придет, не придя, что ну-ка, исполни ко мне опцион, который к нам не уходит. Соответственно, здесь все понятно и все как будет. Но что будет, если вдруг цена упадет ниже цены А? Как вы видите, да, там вот эта доходность, она резко уходит вниз. Помните, я говорил про то, что если у вас на конец продукта, на момент завершения продукта, какая-то из бумаг падает ниже уровня А, то вы получаете ее по цене входа, соответственно, по цене входа на свой счет. Соответственно, вы получаете ее дорого, тогда, когда цена сейчас низкая. И вот этот хвост, который мы видим слева от точки А, это как раз есть этот сценарий. То есть, тот структурат, который делает структурный продукт, он, как бы этот риск, он изначально проговаривает, собственно, так он и управляет. Контрагентом по этой части являетесь вы. А что же происходит, когда цена вырастает, да, собственно, откуда берется автоклоп? Поскольку вы от точки Б продали колп, то есть, если цена выросла, то вам придется, этот колп зайдет в деньги, это называется, посмотрите видео Александра, да, вот там, кстати, более подробно про это говорить. Вот. И, соответственно, у вас, вам нужно будет продать дешево по цене Б эту бумагу, хотя сейчас цена выше. То есть, вы фактически шортите, да, приходится шортить бумагу дешево, когда цена на рынке выше. Для этого, для этого, в точке С покупается еще один клоу, но уже, но уже покупается. Вот. То есть, просто со следующим страйком, который возможен. Что это дает? Дело в том, что на покупку кола нам, конечно, придется какие-то деньги отдать из той премии, которую мы получили, когда вот изначально продавали, да, шорт. Шорт клоу А и шорт клоу Б. Вот. Но это, конечно, снизит нашу прибыль, и, как вы видите, то есть, она от точки В до точки С, видите, она падает. Но после точки С, она вытягивается в такую луч, которая идет в бесконечность. То есть, структуратор, да, то есть, вот, та сторона, которая, собственно, делает, да, все, здесь структурный продукт, она точно зарабатывает вот эти вот 400 рублей, вот сколько получается, да, между 5-ю ставим и 5-я, посмотрите, да, 300-8. Точно, точно зарабатывает, потому что вот этой покупкой кола в точке С, соответственно, ситуация выхиджена. Вот. Причем, я хочу обратить ваше внимание, наверное, для непредготовленных вопросов это будет, как бы, несколько сложно, вот, ну, я надеюсь, если будет там запись, да, вы сможете там еще раз пересмотреть, или в конце будут мои контакты, вы сможете, как бы, эти вопросы задать и так далее. Вот. Но я хочу подчеркнуть, что я взял абсолютно простую, максимально простую конструкцию, вот, совершенно не факт, что вот в реальности, да, именно так будет реализовано. Я просто вам рассказал про то, как вы, собственно, я не знаю, с опционами на Газпром сможете это сделать, да, то есть здесь это не rocket science, как они называют, да, вот, это вполне всего при компренте, которое вы на это потратите, это вполне все реализует. Вот. Но когда мы переходим дальше, да, например, потому что опционы, вот, квартальные, личные, да, наверное, в случае с Газпром они, как правило, квартальные, вы можете их сделать на один квартал. Но если у вас пятилетний продукт, и мы смотрим, да, каждый квартал, то есть это 4 по 5, да, это 20 кварталов, вам придется либо ролировать, как клиент говорит, да, то есть каждый квартал открывать вот такую конструкцию и постоянно за этим все пить. Вот. Или же, да, ну, я не знаю, как еще это можно уйти из этой ситуации. Вот здесь, собственно, и начинается то, что, почему вам, как бы, здесь может пригодиться брокер, да, и там, в частности, ол. Вот. Сейчас я еще пару слов скажу про базовые активы. Саша, там какие-то вопросы на конкретных, которые стоят? На самом деле нет. Новых вопросов пока не было. Ребят, на турбинаре... Я очень боюсь, что вы немножко испугали профиль доходности людей, им стало сложно, и они испугались. Друзья, не бойтесь, это не страшно, если что-то, есть какие-то вопросы, что-то не повторить, пожалуйста, говорите. Я тогда продолжу, собственно, как мы сейчас посмотрели на примере прослона, да, когда у нас там один период и один актив. Базовыми активами уже по структурному продукту Phoenix, как правило, выступают два вида более сложных опционов, да, это Rainbow Option, как называемая многофакторная опцион, или радужная опцион, или опцион радуга, где есть условия, там, Warstock или Bestall, да, то есть это вот, как раз когда я вам говорил про лучшая бумага или худшая бумага, это вот как раз история с многофакторными, или радужным обзором, да. То есть там базовым активом является не одна условная акция, давайте сейчас возьмем, а, скажем, четыре, и, соответственно, лучшая или худшая, да, из них выбирается, да, если бы мы ставили нападение на рынок, да, то мы бы выбирали там лучшую, в случае, если все, как раз, если мы отзеркали вот эту вот ситуацию с Phoenix, да, то можно практически вводить и поставить. Еще один вариант, который, кстати, тоже встречается, он у меня встречался на рынках, и я вам, то есть если вы будете общаться, опять же, да, с моими коллегами по цеху, там, да, по индустрии, вот, обращайте тоже внимание, есть такое понятие, как вастопшинг, когда берутся все четыре бумаги, условные, опять же, которые мы взяли, и берутся не худшие или лучше, а берутся третьи. То есть как будто вы инвестировали в портфель акций с равными медалями, есть четыре бумаги по двадцать процентов, вложили каждую из бумаг, да, и, соответственно, если какая-то очень сильно упала, то, да, какая-то очень сильно выросла, а две других остались там плюс-минус там же, да, то есть у вас не будет какой-то адской, там, переоценки, потому что одна бумага плохо себя клевала, там, люди, там, ошиблись с каким-то прогнозом, там, плохую, не знаю, английский плохую не себе модель сделали, там, что-то смотрели, вот. Я стараюсь соединиться, да, со всеми, как бы, темами, которые, может, на self-education, там, да, затоят, вот. То есть это не будет сильно фонить на ваш финансовый результат. Как правило, по таким структурным продуктам, конечно, меньше доходности, да, потому что вот все, что я написал выше, все это отжирает доходность. Все, где мы пытаемся ограничить риски, да, это получается, что нам нужно где-то покупать какие-то опционы, да, чтобы захеджироваться. Если мы сейчас вернемся вот на страничку назад, посмотрите, то есть никаких проблем взять сейчас и влевее от точки А выдвинуть этот профиль доходности, чтобы он вниз уходил, да, а он уходил так же вправо, да, как и после точки С. То есть так же уходил влево, как он уходит вправо, да, после точки С. Нет никаких проблем. Можно просто купить ПУТ по цикламу 19-400, да, и мы также разогнем эти края в разные стороны, но, соответственно, поставляет доходность. Поэтому тут каждый играет, как бы, для себя, да, это вопрос регулированный, да, в соотношении, там, доходности или исключительной рейши, так называемой. Вот. И мы, собственно, достаточно, наверное, быстро и бодро подошли, пожалуй, к резюме, да, которое бы я, ну, что бы я хотел там сказать, да. Как, я надеюсь, мне удалось донести давать, да, что структурный продукт – это мощный, очень интересный инструмент для реализации торговых, я не знаю, там, ну, торговых стратегий, да, но только при основном платформе. Вот. То есть я всегда призывал, на каких компаниях я не работал, да, а на рынке, как бы, я давно, я занимался долго, пять лет развитием персонального процессорного брокера или в ЖБКС, вот, и сейчас, как вы видите, да, возглавляя инвестиционную консультированную компанию Омго, и, собственно, ценностью вообще любой, да, и моей личной, как бы, корпоративной компании было всегда так, чтобы клиент понимал, во что он инвестирует. Наша задача – рассказать, приоткрыть, как мы говорим, компот, дверь на кухню ресторана, да, и показать, собственно, из чего это состоит, и чему это приводит, и какие могут быть виски, и на чем мы зарабатываем, вот. И, как вы видите, да, в конце написано, что, в принципе, именно в начале проговорили, да, что это инструмент в нашем случае, да, как раз для продуктирования инвестора, и мы обязательно учитываем инвестиционный тракт, да, то есть вес просто нам взять потолка, а вот давайте попробуем, да, собственно, это. А у нас стандарты мы стараемся держать выше. Про полезные опции. Я давайте еще пару слов скажу. Это три опции – барьер купон и капитала. Я об этом уже не сказал, но как мы это делаем? Как правило, как правило, мы делаем очень низкий барьер купон и барьер капитала, как правило, 50%. То есть, другим словом, мы держим и при наблюдении за купонами, и при наблюдении финального, когда у нас уже заканчивается инвестиционный продукт, мы берем максимально большой запас, то есть 50%. То есть мы можем себе позволить, чтобы компания упала на 50%, да, и все-таки инвестиционный продукт будет выплачивать купон. Я вам хочу сказать по практике, да, вот то, что мы увидели в конце марта на рынках, в начале марта, в конце февраля – начале марта на рынках, да, это очень на пункт. То есть у нас клиенты либо не почувствовали на себе это вообще, да, либо, например, у них только на один квартал перерлалась в этот уход, да, сейчас все это выросло, скачало и так далее. Вот. И мы, как правило, берем максимальное длительство, то есть за это 5 лет. Многие к этому относятся с подозрением, потому что это не ликвидный инструмент, он не торгуется на бирже, да, это не биржевый инструмент, он специфический, хотя технически из него можно выйти, но мы крайне не ликвидим делом, потому что, как правило, честненько бывают серьезные дисконты. Вот. Вот. Но, как правило, из-за вот этого вот выхода, закрытия продукта раньше, да, когда все четыре бумаги вырастают, очень часто бумаги, продукты закрываются гораздо раньше, полгодика держали, вот и так далее. Это невозможно гарантировать, но это очень вероятно, это очень вероятно. Вот. А вот про два других. Я сейчас покажу вам эту вырезку из нашего термшипс, который мы делаем при подготовке каждой из структурных нот. Обратите внимание на колонку Auto Call Trigger Level. То есть, вначале же я сказал, да, о том, что бумаги должны вырасти, все четыре бумаги должны вырасти выше 100%. Но CBR дает нам возможность каждый квартал вынижать уровень Auto Call на какое-то заданное количество процентов. Как вы видите из этого, здесь по три процента каждый квартал не падает. Причем здесь вот купон Trigger Level, да, то есть это 60 процентов, 40 процентов снижения мы держим, да, то есть 60 процентов изначально должны мы быть. А соответственно, уровень Auto Call падает к 12, кстати, была трехлетняя нота, то есть к 12 периоду наблюдения уровень Auto Call падает до 67 процентов. То есть бумаги нужно вырасти не выше 100 процентов, а выше 67 процентов. И если мы возьмем где-то серединку, например, 82-79 процентов, то есть очень великая вероятность, если у вас длинный срок и хороший степ-даун, например, 3 процента, то очень великая вероятность, что вы раньше выйдете на этих фронт. Ну вот. Это один из способов того, как сгладить рыночные колебания. Ну, в том числе, да, многие о том, что по нас смотрят, завязаны с рынками, и все равно вы видите, да, как кидать на стороннюю сторону, ну, собственно, как с этим бороться. И второе, это GetPood, так называемый, это, собственно, работает, когда я говорил вам про профиль доходности, и когда мы в левую часть слаживали, это похоже на это работает, да, так вот, обратите внимание. То есть у вас есть своего рода кап, да, то есть потолок. То есть вы 600 процентов, если бумаги не вырастает, вы все равно получаете назад Find Redemption, вы все равно получаете 100 процентов капитала назад. Если вы выбираете опцию GetPood, то даже если бумаги свалились до 60 процентов, это все равно позволяет вам вернуть назад весь свой капитал. Только если они ниже 50 падают, да, тогда у вас уже идет какое-то там снижение капитала. Это, кстати, было прощественно для нот, есть ряд нот, в которых вы выходите не в бумагах, а это просто расчетные контакты, да, то есть если бумага упала на 20 процентов, то вам не бумаги на грузе, а просто ваш капитал будет на 10 процентов. Ну вот. Так вот, это просчитано было не для такой ноты. И, соответственно, здесь у вас есть возможность сделать такой буфер, да, и даже при падении базовых активов 50 процентов, ваш риск все равно будет там 16 целых 60 700, да, то есть 83 процента капитала вы вернете назад. Вот. И, соответственно, включение вот этих вот полезных опций в условия, да, в условия вашего структурного продукта, они очень здорово могут помочь, и мы, соответственно, очень распространенно практически в каждой структурной матче это делаем, что позволяет очень плохие доходности показывать. Вот. Цифру здесь, в принципе, не называют, потому что все очень удобно, да, но это вот для того, чтобы вы понимали, какие возможности здесь есть. И финальное, наверное, да, там резюме «Трехкий маркетинг», вы даже без него, да, это мои контакты, и я всех призываю там сделать скриншот экраночный, где вас тут было, да. Мы продублируем их еще в описании. Да, 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 я не знаю, в чатах и так далее, вот, чтобы вы там могли предметно пообщаться, потому что какие-то вещи можно будет обсуждать только просто там, сделать там, при профилировании и так далее, и так далее. Вот. Но я надеюсь, мне удалось до вас сегодня донести, что очень круто знать и уметь, как сделать структурный продукт самостоятельно, вот, но есть определенная черта, переходя к которой, вам все равно придется и вам необходима будет помощь профучастника. Вот. Еще очень важный момент, да, то есть мы все работаем с рядом европейских структураторов, да, и действительно сложный структурный продукт и прайсинг всяких «рейнбоу» акционов, там, фаскет акционов, да, это очень трудоемкое занятие, да, если никто не делает это крушное, это очень крутой сорт, который учитывает огромное количество маркет-рады, ковариации и корреляции между активами, которые будут входить, да, в эту корзину, потому что крутаргент должен прочитать риск, который он на себя берет, вот, и, соответственно, мы с этими вопросами от наших клиентов тоже идем к нашим европейским партнерам, вот, это крупнейшие глобальные банки, как правило, как I-Pyzen, Deutsche, EFG, Applecom, вот, и, на самом деле, игроков глобальных, которые реально прайсят, их очень и очень немного, конечных количеств, допустим, пара десятых, вот, и я, например, говорил с коллегами из других компаний, которые тоже занимаются структурными продуктами, это очень популярная, как бы, ниша, да, она там очень прибыльная, она очень известная и популярная среди клиентов, то есть, ну, просто тендеры проводятся крупными компаниями, да, там, с Goldman и, соответственно, достаточно короче. Сделал лекарь, да, как бы, очень покупать, очень покупать. Вот, поэтому обращайтесь, буду всегда рад рассказать в целом про структурные продукты и в целом про рынок, я, как бы, немножко тоже про себя расскажу, это, наверное, стояло сделать в начале, но, когда мы перескочили, я тоже достаточно долго занимаюсь рынками, и, как участник-трейдер, да, я начал работать на собственных рынках, когда в 2010 году, вот, после чего долго… Десять лет назад, что ли? Да, да, ну, да, кстати, задуматься в октябре, а вот в октябре будет десять лет, вот, а, ну, достаточно быстро понял, что нужно, значит, в индустрии устраиваться, вторую группу. Начинал я в регионе, да, не в Москве, я достаточно долго занимался развитием конституционного брокереджа, конституционного брокереджа, а служим в материале компании «БКС», да, вот, перебрался в Москву, присоединился вот к команде «Улмы», и, соответственно, очень много уделяю сейчас внимания, собственно, своему не только практическому, но и теоретическому развитию, конечно, был недавно первый левел CFA, и очень приятное впечатление у меня оставил, практическое впечатление оставил курс с AutoSafe Education по инвестиционному анализу, в общем, я практически в тех рекомендациях инвестиционных, которые я выдаю своим клиентам, я практически автономен, потому что в плане оценки активов, да, то есть где у меня есть время и желание, там, я делаю TCF, не всегда, может быть, супер развернутое, как делают ребята из линжерных и private equity фондов, да, вот, для того, чтобы развитие, там, публичный актив достаточно, у меня нет, там, CDM и так далее, вот, поэтому выходите на связь, задавайте вопросы, задавайте вопросы на self-education, задавайте вопросы, о, нет, будем рады. Так, слушай, давай вопросы некоторые... Да, я готов к Q&A, да, да. Давай вернемся, вот, на слайд, где у тебя, там, Geert Put, смотри, за счет чего достигается то, что ты можешь, что базовый актив может, там, упасть на 50%, а человек все равно обратно получит 100%, какие-то очень дорогие путы, что ли, продаются и колы, как так получается? Да, здесь, смотрите, еще раз, я когда подчеркивал, что я не могу вам сказать, что вот ровно так все это работает, потому что вот эта алхимия финансов, да, которые делают крупные игроки, они могут делать это по-другому как-то, да, и здесь нужно понимать, что речь идет не о биржевых акциях, это очень специфическая и синтетическая история, и не обязательно она именно так устроена, но, а если короткий ответ на этот вопрос, да, скорее всего так, то есть для того, чтобы выровнять вот этот вот профиль, давайте вернемся вот сюда, давайте представим, да, что у нас левее точки А идет такой же длинный луч налево, как и правее точки С, вот, соответственно, примерно так это и происходит, ну, возможно, там чуть выше, да, например, выше там 500 проходит этот луч, причем структуратор, который это делает, он имеет возможность отдать какую-то часть премии, которую он продает, да, клиенту, так, чтобы защитить его капитал, вот, а соответственно, ну, все, что нет, да, как, уже не может он будет к себе торговать, да, какую-то часть он примет, как правило, так и происходит. Окей, значит, смотри, вопросы от публики, да, Никита спрашивает, в чем минусы структурных продуктов перед долгосрочным инвестированием в акции, ну, кроме необходимости квалификации? Смотрите, какая история, это, ну, как принято говорить, давайте сравнить яблоки с яблоком, эти вещи выполняют разные, эти инструменты, они выполняют разные функции. Когда вы покупаете структурный продукт, вы рассчитываете на денежный поток одновременно и с желанием снять с себя за пятерок. Ну, то есть, как бы мы проговорили, что вот так, ну, пока бы, и окей. Все-таки долгосрочное инвестирование в акции, я согласен, что можно просто минусные фонды покупать, да, и, как бы, вы обыграете на долгосроке большую часть управляющих, да, которые эту призрачную акцию пытаются найти. Вот. И сравнивая, что лучше, что хуже, я бы не сказал, что это правильно. Ну, вот. Я бы сказал, что и то, и другое имеет место найти плюсы против профильности. Ну, опять же, с оговоркой на его профиль. Да, на самом деле, то есть, от себя добавить, наверное, да, что часто люди, которые, там, у которых есть деньги, да, у них там нет времени, там, изучать акции, изучать вот эту всю тему. В финансах весь этот фундамент, да. плюс у многих, как бы, тоже определенные психологические факторы, да, присутствуют. То есть, люди говорят, там, да, я готов, там, опуститься на 50%, да, но когда это происходит в реальности, у человека или это на реальные деньги, да, то он, как бы, уже совсем по-другому реагирует. И, соответственно, там, может нажать кнопку «Продать», да, и, соответственно, зафиксировать большой убыток. А, как бы, когда есть какой-то продукт, да, в рамках которого, то есть, есть какой-то договор, в котором все это работает, то человек не может просто так нажать кнопку, да, и зафиксировать какой-то убыток. То есть, это тоже, на самом деле, преимущество. Да, пока работает, не трогает. Да, да, да. Так, еще вопрос. О каких суммах идет речь обычно, то есть, какая минимальная сумма инвестируем в структурный продукт? Смотрите, я думаю, что здесь вообще стоит, смотрите, отталкиваться примерно от суммы квалификации, да. То есть, вот, мы говорим про 6 миллионов рублей, да, еще недавно это было 100 тысяч долларов, сейчас это уже там чуть меньше. Я, как обычно это происходит, да, у нас есть определенный график, мы с некоторой периодичностью делаем ноты, и у нас, как правило, есть якорные инвесторы, которые, которые могут, в принципе, сами просто поучаствовать, вот там, вот 100 тысяч долларов, да, к которым мы набираем, достаточно небольшими суммами. Я думаю, что в этом плане можно антирировать миллион рублей, около 15 тысяч долларов, вот. Но, если, например, мы говорим про 100 тысяч долларов на продлете, то мы можем, например, ноту собрать вообще индивидуальный продаж. То есть, если вы ввести какие-то идеи, например, я верю, на 5 лет, в ту ременовку, и можно взять несколько бумаг, и, соответственно, попробовать сделать из этого денежный продаж. Ну, опять же, ребят, как бы нужно помнить то, что, в общем и целом, как бы вы и сами можете эти футурные продукты как-то делать. До какого-то момента, да. До какого-то момента, да. Ну, и плюс, естественно, там, брокеров более выгодные обычно цены, то есть они работают там с маркетмейкерами и так далее, да, то есть они могут лучше выбить цены, чем вы выбьете, если вы будете там через свой там какой-то кабинет лично делать. Тоже такой момент. Плюс банально часто может быть такая ситуация, что вам просто не дадут возможность, допустим, вот как в твоем примере, да, вот ты, по сути, продал пут и продал кол, да, то есть, как бы, и если кол у тебя как-то потом покрывается, насколько я помню, да, то есть там покупаешь какого-то с более высоким страйком, то пут как бы не покрывается, то есть, по сути, у тебя, в принципе, брокеров чаще всего не разрешат даже такую сделку сделать, особенно если какие-то пенсионные счета, например. Не, ну естественно, здесь нужно разделять вопрос, кстати, про долгосрочное инвестирование, цель благосрочное инвестирование в акции как раз для пенсионных счетов, да, более агрессивные, как раз, да, для более, ну, для других счетов. Я специально тогда взял еще раз, чтобы вы видели эту картинку. Вы обратите внимание, что у вас убыток не ограничен. Левее а, да, левее а, у вас убыток ничем не ограничен. То есть теоретически, да, компания может строить много базовых активов, да, то есть, ну, она прокрутится, все. Вот, поэтому здесь как бы нужно решать этот вопрос, если вы делаете это самостоятельно. Один из вариантов, да, который я предложил, просто так вы купите, как у вас есть long call в точке C, у вас будет там, long put, ну, в точке D, в точке A. Ну да, но только с учетом комиссии там и... Это тоже. Это тоже. Bit ask и вот это всего, да. Ну да, кстати, если вы будете делать это на российском рынке, я не супер опционный трейдер и не очень широко здесь пользую, в целом просто там необходимые хенджированные трейли, минимальные, вот, но ликвидность тоже не везде есть. Да. В моменты, когда у вас вот идут там супер обвалы, маркетинейкеры просто выйдут в доске акцион, есть вариант, что вы просто там, ну, год продлится там, что вам нужно. Ну да, то есть, на самом деле, у меня такой совет, да, если вы опционами торгуете, то выставляете лимиты всегда какие-то, да, то, что если будет маркет прайс делать, то просто можно очень много заплатить за это, я проходил сам. Так, смотри, Алексей, я, так, значит, вопрос, больше, на самом деле, вопрос особо не вижу, поэтому предлагаю, на самом деле, на этом закончить. А вот тут ребята комментировали, что нужно будет пересматривать, чтобы лучше понять. Ну да, да. Особенно, наверное, слайд с правильной доходности, и поначалу у нас слуха, это достаточно положено. Принимаю. Ну, соответственно, запись для этого у нас и ведется, да, чтобы вы могли... Мои контакты есть? Да, если что, можете. В пределах разумного я подскажу, и подскажу, по крайней мере, какие люди встречаются, что я буду делать. Так, ну окей, давай тогда будем заканчивать. Тебе спасибо за твое время. Спасибо вам за внимание, что познали. Да. Было очень интересно, да, то есть, даже несмотря на то, что я, в том числе, там, на каком-то уровне знаю, но вот такие конструкции были интересны, потому что это... здесь сразу видно, как бы, там, и классические какие-то вещи, которые ты знаешь, да, и то, что там предлагают, естественно, брокеры, да, своим инвесторам, да, то есть вот такой стык, как бы, если он показал под капотом, да, какие-то классические, там, финансовые вещи, и как это все упаковывается, и презентуется инвестору, это, как бы, как вот вторая сторона медали, как это между собой все работает. Мне это было очень интересно, понятно. Я рад. Да, чтобы был. Окей, ребят, всем спасибо, хорошее время суток, всем пока. Спасибо, счастливо.